На этой неделе в прокуратуре Магаданской области прошло расширенное заседание коллегии, где подвели итоги работы за 2022 год и поставили задачи на 2023. В нем приняла участие заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Елена Григорьева. Она отметила, что сейчас Дальний Восток приобретает стратегическое значение для страны и фактически становится новыми воротами в мир. Поэтому крайне важно развивать этот регион еще большими темпами. По словам Елены Григорьевой, несмотря на сложную геополитическую обстановку и санкции, Магаданская область в целом показывает положительную динамику в сфере экономики. На 98% реализованы национальные проекты. А в результате взаимодействия прокуратуры с региональными и муниципальными контролирующими органами решен ряд вопросов. Удалось полностью ликвидировать задолженность по зарплате, предоставить 91 семье благоустроенные жилые помещения взамен непредменно, погасить долг перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги в размере почти 190 миллионов рублей. Подробно о мерах прокурорского реагирования и их результатах рассказал руководитель регионального ведомства Дмитрий Разуваев. По итогам выполнения задач, поставленных главой государства, генеральным прокурором России, практически во всех сферах деятельности пресечено 13 тысяч нарушений. За неисполнение закона к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 2,5 тысяч виновных лиц. В суд направлено почти 800 исков на 159 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются 43 уголовных дела. Продолжена работа по укреплению единства правового пространства. По нашим замечаниям и предложениям скорректирован каждый десятый правовой акт. В рамках правотворческой инициативы внесено более 30 проектов, которые одобрены органами власти. Особое внимание уделено защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. Нами скорректирована работа призывной комиссии по мобилизации. Оказано содействие в возврате граждан, имеющих право на отсрочку или не подлежащих призыву. Восстановлены их трудовые права. Дмитрий Разуваев отметил, что эта деятельность будет продолжена и в текущем году. В свою очередь, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу акцентировала внимание на проблемах региона, которые необходимо решать в первую очередь. Много проблем сохраняется в жилищно-клуманном секторе. В регионе числится 186 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. В небезопасных для жизни условиях проживают почти 4000 человек. Треть коммуникаций находится в изношенном аварийном состоянии. И, как следствие, в прошедшем году зафиксировано 4 аварии с нарушением нормативного срока подачи коммунальных ресурсов и, соответственно, предварительным их ограничением. Такие ограничения произошли в 11 социально значимых объектах и почти в 400 домах. А в этих домах проживает 4000 человек, из них 538 детей. Задолженность за поставленные коммунальные ресурсы составляет 3,6 миллиардов рублей. В ее размер входит долг как регионального, так и местного бюджета. Помимо этого, областным бюджетом перед ресурсоснабжающими организациями не исполнено обязательство по размещению межтарифной разницы на сумму почти 2,5 миллиарда рублей, что оказывает негативное влияние как на финансовое состояние в жилищно-гуманальном удастрии, так и на положение регионных цен. Поэтому остались без необходимого внимания вопросы об устройстве земельных участков, предоставляемых многодетным семьям необходимой инфраструктурой. В сфере здравоохранения отмечается дефицит медицинских специалистов, что лечет трудности с оперативным доступом населения к медицинской помощи, гарантированной государством, и вынуждает местных жителей обращаться за таковой в качестве платных услуг. С обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан также неразрывно связана проблема многочисленных нападений безнадзорных собак на жителей региона. В прошлом году зарегистрировано 180 таких случаев. Необходимо проанализировать причину роста нападений и безотлагательно принять исчерпывающие меры. Также Елена Григорьева обратила внимание на то, что все проблемы должны решаться в сотрудничестве с местными органами власти. Согласен с этим и заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев. На этот год достаточно большое количество мероприятий запланировано, в том числе по воду эксплуатации социально значимых объектов, как на территории города Магадана, так и в муниципальных образованиях. Это и в фельдшерско-акушерские пункты, в двух удаленных населенных пунктах Северо-Ивенского, Ольского и городских округов. К реализации этих задач приступили уже сегодня. С учетом специфики и маршрутов доставки в удаленной территории отсутствия возможности доставлять в этот период по морю. Важнейшая задача, которая реализуется правительством, в том числе совместной прокуратуры, это ликвидация задолженности по выполненным контрактам. На сегодняшний день губернаторам поставлена задача, что касается областного бюджета, регионального и бюджета муниципального образования, по всем долгам рассчитаться до конца февраля. Такая программа есть, я думаю, она будет реализована недалее, как в начале этой недели были заслушаны руководители муниципальных образований, органов исполнительной власти по реализации данного поручения. Перспектива исполнения на сегодняшний день просматривается. В действительности есть определенная проблема, связанная с задолженностью за представление услуг ЖКХ, обозначенная сумма 3 с лишним миллиарда рублей. В этом направлении активно с прошлого года совместная работа проводится в Министерство ЖКХ совместно со службой судебного пристава судами, то есть рассматриваем вопросы, связанные. Первая задача – это не допустить роста указанной задолженности. На сегодняшний день в еженедельном режиме отслеживается ситуация по каждому городскому округу, собираемость по линии ЖКХ, по всем предоставленным услугам. Есть положительные моменты и достигает в некоторых вопросах до 99,7%, но, к сожалению, по всем муниципальным образованиям, поэтому в этом направлении работа будет продолжена. Я думаю, в качестве снижения задолженности в этом году мы должны увидеть определенные позитивные результаты. Но если в двух словах, то в принципе все задачи реализуются планово, проблемных вопросов нет. Спасибо органам прокуратуры за активное содействие в решении проблемных вопросов. Я думаю, в текущем году, с учетом обсуждения, нам удалось решить все поставленные задачи. В расширенном заседании коллегии принял участие исполняющий обязанности председателя Магаданской областной думы Андрей Зыков. Он также обратил внимание на тесное сотрудничество ЗАГС-собрания с прокуратурой. Укрепление законности для надежной защиты государственных интересов, обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе многие годы определяет взаимодействие прокуратуры Магаданской области и Магаданской областной думы. В конструктивном диалоге формируется современное правовое поле, оперативно принимаются согласованные решения для стабильного функционирования экономики и социальной сферы. Делается все возможное для выполнения гарантий перед жителями территории в условиях геополитических вызовов и жесточайшего внешнеэкономического давления на нашу страну. Своевременная актуализация законодательной базы также позволяет в оперативном режиме создавать условия для максимальной свободы хозяйственной деятельности и успешной адаптации производств к новому реалию, регулировать рынок труда и поддерживать социально уязвимые категории граждан. Оперативному решению возникающих проблем и необходимой корректировке областного законодательства способствует и тот факт, что с ноября 2000 года прокурор Магаданской области у нас наделен правом законодательной инициативы в региональном парламенте и уже третье десятилетие активно участвует в нормотворческом процессе. Так, за отчетный период право законодательной инициативы было реализовано областным прокурором восемь раз посредством внесения в Магаданскую областную думу шести законопроектов и двух поправок. Все они были рассмотрены и приняты областными парламентариями в окончательной редакции. Андрей Зыков отметил, что в прошлом году благодаря совместной работе правительства, областной думы и прокуратуры был решен целый ряд проблем в социальной сфере. В том числе был принят закон, предусматривающий предоставление льгот по оплате коммунальных услуг медицинским работникам, проживающим в сельской местности и вышедшим на пенсию. А в этом году руководство надзорного органа выступило с инициативой ввести дополнительные меры поддержки для детей-сирот. В свою очередь, Елена Григорьева выразила уверенность, что такая работа будет проводиться и впредь.